Компьютерные игры сложные, и я не говорю ещё о киберспорте. Есть много игр, от обычных до соревновательных, на которые нужно бить долгие часы и навыки, чтобы всё довести до совершенства. Но что будет, если я вам скажу о том, кто всё это делает с серьёзным недостатком? Есть тот, кто проходит одни из самых сложных игр только одним подбородком. И по факту у него никогда не было другого выбора. Как он проходит эти игры с помощью подбородка? Смотрите, я здесь сидел много раз и говорил о Твиче, о самых популярных стримерах, эскадалах и обо всём, что может предложить данная платформа. Но ни одна история меня так не впечатлила, как эта. Хандикейпабл, или Шон Кэхилл. Человек, проходящий игры, от которых мы начинаем дико бомбить, например, Dark Souls 3 или Джам Кинг. Но это всё он сделал, одним подбородком. 11 февраля Кэхилл получил известность после того, как побил одного из самых тяжёлых боссов Dark Souls 3, рыцаря-раба Гаэля. Очень многие говорят, что Гаэль является, по сути, финальным боссом всей серии игры Dark Souls. С ним нужно бороться часами, чтобы его победить. Да. Это заняло слишком много времени. Чёрт возьми. Очень много времени ушло. Где-то 10 плюс часов. И пока он побеждал этого сложного босса и попадал в кучу новостных сводок, что вылилось в рост популярности Кэхилл онлайн, он также прошёл ещё две игры серии Dark Souls и другую игру Jump King. Всё это было на стриме. Да, мы сделали это. Я могу дышать. Это самая трудная игра в моей жизни. Следующая игра для него была Cuphead. Ещё один платформер с элементами шутера, про который он сказал, что она гораздо труднее, чем Dark Souls. Для меня лично Cuphead труднее. Из-за того, что ты всё время играешь, мне нужно постоянно дышать между сегментами, так как у меня нет дыхательного аппарата, я делаю передышку, когда есть перерыв в самой игре. Но для Кэхилла игра под бородком – это не способ, чтобы показать, насколько он крутой в играх. На самом деле у него и не было выбора. Он страдает от диагноза мышечной дистрофии Дюшена. И для понимания того, как он стал хорош в игре без использования большинства своего тела, мы решили спросить его напрямую. У меня мышечная дистрофия Дюшена, и это влияет на все мышцы в моём теле. Я скажу, что практически парализован, потому что практически не могу двигать руками и ногами, но я всё чувствую. Головой я почти не могу двигать, тот же самый подбородок. Болезнь Кэхилла прогрессивная. Когда он был моложе, он мог играть в игры спокойно своими руками, но когда он возрослел, стало хуже. Я начал это чувствовать в старшей школе. Я заметил, что не могу держать хорошо джойстик или играть хорошо, как другие. Я помню, был момент в колледже, когда я толком-то и не играл в видеоигры. В старших классах он знал, что если хочет продолжить играть в видеоигры, как в молодости, он должен приспособить джойстик или механизм, позволяющий ему это делать. И он сделал это. Он нашёл кучу джойстиков и различных стиков, которые позволили продолжить ему играть, несмотря на прогрессирующую болезнь. Да, это по сути эволюция разных вещей. Я начал играть League of Legends, и для этого требуются мышь и кнопки для переговоров и так далее. У нас была гнущаяся рука, которая имела ореол прикрученный к голове. С помощью движения головы я мог переключать различные команды. Но потом понял, что League of Legends слишком трудна для меня, я дико злюсь, когда в неё играю. Блин, у меня-то не всегда получается кинуть идеальную флешку, а он пытается это сделать всё с помощью головы. Сейчас он играет на джойстике от Xbox, используя специальную программу для использования тех же кнопок управления, что и на геймпаде. На самом деле, я не использую кнопки на самом джойстике. Левый джойстик у меня для передвижения уклонов. Стрелки используют для каких-то кнопок, и правый стик тоже для каких-то кнопок. Окей, как я говорил до этого, когда он был молод, его состояние становилось всё хуже и хуже, и он должен был найти способ продолжить играть. И когда он сделал это, он решил начать играть в самые сложные игры. Вот здесь такие игры, как Dark Souls, Cuphead и Jump King отлично подходят под данное описание. Эти игры, естественно, интересны и с хорошей графикой, которые часто говорят, что они трудные из самых трудных. Вам нужно потратить очень много часов, чтобы пройти их на максимальном уровне сложности, и от них реально горит не хуже, чем в русской печи. Существует современное сообщество, которое строится вокруг прохождения этих игр самыми изощрёнными способами. И когда Кэхилл начал делать своё оборудование, он решил транслировать свои игры. Я всегда смотрел стримеров Твича. Я чувствовал, что могу это делать, но у меня не было интернета, проводного интернета, поэтому мне не было резонно этим заниматься. Но так как я не работаю, и у меня много свободного времени, решил попробовать и посмотреть, что из этого получится. При выборе игр он позируется от их сложностей. И это фишка его канала. Преодолевать барьеры этих суперсложных игр. И, естественно, преодолевая свой собственный барьер. Поговорив с Кэхиллом, мы выяснили, как его уникальный стиль подошёл для данных игр. Он говорит, что терпение, которое он выработал из своей повседневной жизни, помогает ему проходить эти игры, которые как раз и требуют много терпения. И игры предлагают ему ту свободу, которой не хватает ему в обычной жизни. Как вы можете представить, при запуске стрима есть определённые риски, и есть и нефизические трудности, которые приходят с этим. Очевидный риск оскорблений, издевательств, унижений. Но он говорит, что пока его зрители позитивно смотрят на это, он доволен. Я в некой степени чувствовал эти вещи. Надо понимать, что не все знают, как реагировать правильно на парализованного человека. Пока я вижу позитивное видение ситуации, у меня нет никаких проблем. Кэхилла, правда, есть одна обида. Он говорит, что крупные разработчики сейчас не делают игры доступными. Он часто сталкивается с проблемами установки своей программы с новыми играми. Даже сейчас он вообще не может играть в консольные игры из-за отсутствия к ним доступности. Чувствуется, что крупные разработчики игр делают игры менее доступными. Особенно это видно на шутерах. Например, моя любимая серия игр Halo. И сейчас из-за моей болезни я не могу в нее поиграть. И если они все-таки добавят деталь, которая поможет играть сами шутеры, похожие на некую игру с тиками. На данный момент Microsoft, единственное, чьи игры также выходят на ПК, и это, естественно, позволяет мне поиграть в них. Возможно, получится что-то у Halo. Всем спасибо большое за просмотр. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, нажимать колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Если вы хотите поддержать канал рублем, ссылка на Donation Alert будет внизу в описании. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok